Идём дальше. Лётчики-истребители Центрального округа выполнили перехват целей в стратосфере на модернизированных МиГ-31 без привлечения наземных средств ПВО. Боевая работа на высоте свыше 18 тысяч метров, где плотность воздуха в сотни раз меньше, чем у поверхности Земли, требует от пилотов особой подготовки. Нагрузки на организм здесь сравнимы с тем, что испытывают водолазы-глубоководники. Евгений Аксёнов узнал и о других особенностях высотных полётов. 5 метров вверх до кабины, а затем ещё 18 тысяч на мощных двигателях перехватчика МиГ-31БМ. Пермские лётчики сегодня работают в стратосфере. Выше только космонавты. Задача экипажа найти и уничтожить высокоскоростной самолёт условного противника. Цель реальная, но пуски в учебном бою, конечно же, условные. Задачу, впрочем, это не упрощает. С набором высоты растут и скорости. Под крылом почти 20 километров. Самолёт двигается далеко за пределами сверхзвука. Рёва двигателей здесь почти не слышно. Вся картина воздушного боя видна только на мониторах командного пункта. Противников разделяют несколько сотен километров. Запредельная для большинства боевых самолётов высота позволяет МиГ-1 захватывать цели на расстоянии уже в 300 километров. А сбивать их летящий под самым потолком перехватчик мород на двухстах. Повелитель стратосферы возвращается на аэродром, успешно поразив условного противника. Сегодня в высотных боях участвуют сразу шесть экипажей. Их выдаёт уникальный полосатый загар. Как говорит мой один товарищ, высоко, быстро, страшно и жарко. Дело в том, что всё обогревается, вот верхняя часть, щиток закрытый, очень сильно пригревает. И когда постоянно летаешь на такие высоты, то загар получается в полоску. Российский перехватчик может вступать в бой на разных, в том числе и сверхмалых высотах. Но для работы в стратосфере лётчикам необходимо специальное высотное снаряжение. Состоит оно из шлема и специального компенсирующего костюма со шлангами. Резкий перепад давления представляет не меньшую опасность, чем ракета противника. Опытные лётчики отправляются в полёт без наручных часов. Перепад давления создаётся в кабине, и стекло постоянно вылетает. Поэтому, когда на потолок летаю, на сверхзвуковой, часы всегда снимаю. Потому что уже устал покупать. Если кабина по какой-то причине потеряет герметичность, костюм наполнится воздухом и сильно сожмёт тело. Количество выделяемого углекислого газа уменьшится, и кровь, как говорят лётчики, уже не закипит. Гермошлем после ЧП в воздухе можно использовать и дальше. Сам костюм одноразовый. Он приводится в действие только по сигналу датчика давления. После аварийного срабатывания комбинезон списывают. Заточенный на работу в стратосфере МиГ-31 в настоящее время не имеет себе равных в мире. Высота даёт ему большие преимущества в бою, но и предъявляет немалые требования к экипажам. Нагрузки на них запредельные. За один высотный полёт лётчик худеет примерно на один килограмм. Стройность, кстати, ещё одна характерная черта тех, кто часто летает в стратосферу. Евгений Аксёнов.